Всем привет, дорогие друзья! С вами Николай, я рад вас приветствовать у себя в гостях. Ну что, продолжаем смотреть на всякие монеточки различные. И сегодня у нас будет на обзоре 80-е по счету унция из моей коллекции, приобретенная в этом году. И это вот такая вот монитосинка производства южноафриканского монетного двора. По-русски не очень, конечно, звучит. Правильнее сказать South African Mint Company. Вот такая монеточка, которая идет вот в такой вот упаковочке с описанием, с различными текстами иностранными, непонятными. Ну, мы, конечно, читать их умеем, особенно с переводчиком. Поэтому расскажем вам немножечко про вот такую монеточку, которая очень удобно извлекается. Не все любят хранить монетки в каких-то заводских упаковках, в каких-то блистерах, в каких-то уже заготовленных, пускай даже иногда красивых и качественно сделанных упаковках. Многие любят хранить их у себя, и в данном случае монеточку очень просто достать из заводской упаковки, положить в свой планшет или в свой Мюнс кабинет, или как вы их там у себя храните. Очень прикольная монетка, и очень, наверное, будет прикольная серия. ЮАР славится неплохими сериями монет, хорошим качеством монет. И я думаю, эта серия будет удачна. Это первая монета в серии, 25 рент или рант. И так и так правильно, кто как любит, тот так и говорит. И взял я ее, наверное, все-таки из-за вот этой вот скелетонской мордашки. Уж больно она мне понравилась. Голова, ну и часть позвоночника, динозаврика. В Южной Африке находили различные скелеты, различные окаменения, или как это правильно назвать. В общем, целая наука есть, палеонтология. Я в ней, конечно, не силен. Но различные музеи я по этой теме посещать любил. Как московский палеонтологический, и ходил я в Лондоне. Очень интересный музей. Очень много там всяких динозавриков, точнее их скелетов. Вот такая монеточка. От Чеканина была первая монетка в серии, тиражом в 50 тысяч штук. Это достаточно большой тираж для пунцовых монет. Изображена на ней такая доисторическая ящерица. На заднем фоне горы. Но, конечно, она была не выше гор. Это вообще была достаточно мелкая ящерица. И, как вы понимаете, питалась она насекомыми. Собственно, на монетке она тоже чем-то таким занимается. Ее паркерия ее звали. Называли. Мне очень нравится, когда поле монеты... Иногда, да, иногда очень прикольно. Особенно на пруф-монетах, пруф-лайк-монетах, когда поле монеты такое зеркальное вообще, идеальное. А иногда мне очень нравится, когда на нем какие-то изображены элементы. Очень красиво. Горы, видите, и сверху как облака. Если монетку так покрутить, повертеть. Неоднородность серебра мне очень нравится на этой монете. Ну, и скелетончик, конечно, тоже обалденный. Вторая монетка тоже вышла в 2020 году. Другой динозаврик на ней изображен. Даже два. Но монетка у меня из-под носа ушла. И вообще у нее, насколько я правильно понимаю, даже меньше тираж. Если вот эта монетка была чеканена тиражом в 50 тысяч штук, то следующую монетку, которую мне еще нужно попытаться раздобыть в коллекцию, отчеканили в тираже, 15 тысяч штук. Давайте проверим. Так, да, масса 31 грамм, диаметр 38725, серебро 999, 50 тысяч штук. Все верно, было 50 тысяч штук. А следующую сделали меньшим тиражом. Кстати, если кто-то знает, или если кто-то знает, что я заведомо ошибаюсь, неправильную информацию подаю, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Я всегда за конструктивную критику. Красивая монета. В общем, я доволен. И это будет 80-е по счету серебряная. Нет, вру, не 80-е. Некоторые у меня в двухунцовом исполнении, поэтому это будет 80-е прекрасная унция в моей коллекции, приобретенная в этом году. Очень красивая монетка. Кстати, сейчас я заглянул в свой фалик и вспомню, почем же я ее брал. Секундочку, пожалуйста. Посмотрел. И это не самая дешевая унция в моей коллекции. Мне она досталась за 2520 рублей. Покупал я ее, заказывал в мае месяце. Друзья, спасибо вам большое за обзор. Пишите комментарии, понравилась ли вам мордаха скелетонская. Понравился ли вам сам динозаврик. Ящерка такая вот, варанчик. Мне эта монетка безумно зашла. С нетерпением буду ждать третью и постараюсь приобрести вторую. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok